Вот почему совершенно неохотно речь идет о первом коллективе? Я все пытаюсь вытащить информацию про первую группу Кутикова, потому что фанаты-то хотят знать, что было до «Машины времени». Дело в том, что первой группы Кутикова как таковой и не было. Я приходил в группы и играл с людьми. «Бизанты» — это был коллектив, который был создан студентами художественно-графического факультета Московского государственного педагогического института. Но мы дали-то всего от силы концерта 4, а я с ними сыграл буквально пару концертов на студенческих вечерах. Поэтому в принципе в истории московской рок-бит-музыки этот коллектив и не значится. Хотя музыканты там были очень симпатичные, очень... А кто там был? Неизвестные. Нет, они все в дальнейшем музыкальную карьеру не продолжили, а стали художниками, архитекторами и так далее. Ну а когда, допустим, существовало високосное лето, уже было понимание о том, что музыка — это профессия и это выбор по жизни? Или это все равно был какой-то вот, условно говоря, курс жизни? Жень, все проще. Не тогда, не сейчас. Музыка для меня не является профессией. Музыка — это моя любовь. А, вот как. Вот так вот, да. Но все-таки, когда я говорю про профессию, я имею в виду... По профессии я скорее, скажем, звукорежиссер и саунд-продюсер. Ну деньги-то зарабатываются все равно. И там, и там. И там, и там. И на сцене, и в студии, когда это приносило деньги. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.